МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Липовые датчики. В Перми задержали десяток мошенников, которые представлялись газовиками и пожарными, чтобы обманывать доверчивых граждан. Эх, дороги! Сегодня березняковские чиновники и журналисты проинспектировали ремонт городских дорог. Здоровье дороже. Сегодня в Березняках горожане могли бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории. Начнем выпуск с информации об аварийном отключении воды в западной части города. Сегодня с утра из-за порыва коммунальных сетей в гаражах по улице Фрунзе и Течино против дома по улице Пятилетки-9 многие горожане остались без воды. Под аварийное отключение водоснабжения попали дома по улицам Циренщикова, Фрунзе, Пятилетки, переулкам Северный и Школьный и по проспекту Советский. Подвоз воды организован по адресам переулок Северный 11 и Советский проспект 10. Работы по ликвидации аварии и восстановлению водоснабжения продолжаются. К другим темам на территории Пермского края объявлена операция МАК. Несколько дней назад завершился первый этап, когда полиция выявляла, где сбывают наркотики растительного происхождения. Но, к сожалению, есть и более серьезные виды наркотических средств. Как раз вчера в Березняках оперативники задержали торговца так называемой соли. Неприглядная квартира на первом этаже. Пошарпанные окна с решетками постоянно зашторены. Внутри подъезда из этой квартиры раздается затхлый приторный запах. Нетрудно догадаться, в квартире творится что-то нечистое. Вы что, задержаны, знаете? Да. Ну что? Задержали за распространение и употребление наркотика соли. Операция прошла удачно. Черный торговец сопротивляться не стал. Сразу сдался с поличным. С такими людьми разговор короткий. Наручники и за решетку. Было проведено оперативно-розыскное мероприятие, проверяющая закупка в отношении гражданина, ухоженца города Березняки, 79-го года рождения. Данный гражданин был задержан. В ходе личного досмотра данного гражданина были изъяты денежные средства, добыты им преступным путем, в ходе сбыта наркотических средств и наркотическое средство Энмитива Фетрон. Правоохранители просят сообщать, где незаконно выращивают, избывают мак или коноплю. Известить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону 0-2 или 27-50-20. Елена Силакова, Сергей Калиник и Степан Некрасов. Новости. Верхникаме. И еще об одном громком задержании. В Перми схватили 10 человек, которых подозревают в мошенничестве. Неизвестные представлялись сотрудниками газовой или пожарной службы, а затем продавали обычные датчики по завышенной цене. Сотрудники полиции ищут потерпевших по всему краю. Те самые 10 человек только уже лицом к стене. Предприимчивая женщина вместе со знакомым открыла в одном из офисных зданий Перми фирму, которая продавала якобы систему противопожарной безопасности. Наняли 8 сотрудников и обучали их, как правильно продавать. На первый взгляд мотивация, как и во всех офисах продаж, а на деле не хитрая схема. Устанавливали люди, пожарные звучатели, газоанализаторы. Мы заходили, как бы можно сказать, об одном путем. Представлялись там газовой службой, проверка газового оборудования. По ходу дела мы предлагали газоанализаторы, чтобы не взорваться, как в Магнитогорске. По словам сотрудников фирмы, каждый день они проходили минимум 50 человек, а за 10 месяцев они прошли тысячи квартир в Прикамье. Были люди, которым 18 лет им тоже необходимо, потому что дети у них находились. Есть и пенсионеры, и люди, которым 30-40 лет. То есть целевая аудитория – это практически все. В середине мая лжепожарные появились у нас в городе. На пульт огнеборцам поступали десятки сообщений. Якобы их сотрудники устанавливали по квартирам противопожарные датчики. В результате оперативно-розыскных мероприятий 10 подозреваемых задержаны в офисном помещении в городе Перми. Судом в отношении двоих из них избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники устанавливают весь круг потерпевших от индивидуального предпринимателя Бухрякова. Если вы узнали одного из этих подозреваемых, позвоните по телефону, который сейчас на экране. Елена Силакова, Новости, Верхнекамья. 56,5 миллионов рублей местные власти выделили в этом году на обновление городских дорог. Из 19 заявленных в контракте участков строители сдали уже 15. Сегодня вместе с подрядчиком наша съемочная группа проверила состояние новых дорог. Несмотря на то, что сдать обновленную пятилетку обещали еще в начале июля, строители шумят здесь до сих пор. Сегодня им осталось сделать последние штрихи. Обустроить тротуары, установить ограждения, нарисовать разметку, вернуть на места знаки и противоскоростные валы. Новая дата открытия перенесена уже на 20 августа. Нам, допустим, в майские праздники заказали не работу. И апрель-май мы стояли, что улицу не давали перекрывать. Что нам дали добро только на работу и после майских праздников. И как бы вот это все хозяйство, оно, конечно, нас сдвинуло. На этом участке центральной улицы на несколько метров перенесли остановки, сделали четыре полноценные полосы и обустроили долгожданные ливневки. Но запустить их в работу в ближайшие два года благоустроители не планируют. Говорят, прежде нужно сделать ремонт дороги на проспекте Ленина. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт. Этой документацией предусмотрено продолжение строительства данной ливневой канализации. Выпуск его планируется в районе улицы Коммунистическая. Но планируемый срок проспекта Ленина – это 2021 год. При этом благоустроители заверяют, моря на новые улицы разливаться больше не будут. Дорожное полотно специально спроектировали с продольными и поперечными уклонами, чтобы вода стекала исключительно вдоль бордюров. Как вам новая дорога? Пока еще не закончена, но все же. Шикарно. Но только жалко, что деревья вырубаются здесь с этой дорогой. Вчера дерево стояло, а сегодня уже нет. Остановку на каких-то пять метров перенос. Зачем? Хорошая, ровная, красивая будет, наверное. Ну, нормально. Не знаю. В Перми таких нету, как тут. А вы в Перми? Сама преимущества Пермская, да. Много где в Перми нету, а тут город меньше. Дороги лучше. А вот еще одно место, где ездить этим летом стало явно приятнее. Рабочие химспецстроя заасфальтировали всего 230 метров улицы Металлистов от Карла Маркса до улицы Щерса. Теперь этот переулок смело можно назвать дорогой, а не ее жалким подобием. Буквально на днях подрядчик закончил еще один участок. Это улица Крупская рядом с центром гемодиализа и второй городской больницей. Здесь строители положили новый асфальт и обустроили пешеходную дорожку. Приемка некоторых участков, в том числе и этого, уже прошла. Без нареканий. Но после первого дождичка всплыли недочеты, лужи. Подрядчик заверил, что все исправит, ведь гарантия на их работу действует еще два года. Так что жители еще могут сообщить о проблемах через сайт «Управляем вместе». Кстати, ремонты в этом году не ограничатся Березняками. До конца сезона подрядчики заасфальтируют дороги в поселках Лысьво и Романово, а также приведут в порядок подъезд к Шемейному и Расцветаево. Нам предстоит также в этом году начать выполнение работ по реконструкции улицы Новосодовой. В настоящее время контракт был уже заключен. Перекрытие полностью улицы на длительный промежуток времени не планируется. То есть движения будут осуществляться по одной, второй проезжей части. Возможно только при кратковременной закрытии, при переустройстве каких-то коммуникаций, которые пересекают дорогу. Уже на следующей неделе подрядчики приступят к реконструкции трассы. А вот когда движение там станет реверсивным, пока не сообщается. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхниками. 190 человек, которым в этом году поставили диагноз ВИЧ. Такую нерадужную статистику дают врачи по Березнякам. Привлечь внимание к проблеме и узнать свой ВИЧ-статус можно было сегодня во время всероссийской акции, которая проходила на площади у ДК «Металлургов». Брендированные автомобили с широкой красной лентой доехали и до Березняков. 40 регионов и 191 город охватывает в этом году всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция-2019». В мобильных пунктах тестирования всем желающим предлагают сделать экспресс-тест. О результате можно узнать уже через 10 минут. Я считаю, что важная акция. Тем более, пришел быстро, за 10 минут узнал и дальше поехал никуда. То есть ехать специально не нужно. А раз государство заботится в таком формате о нас, почему бы и нет. Заехал, сдал и поехал дальше. Вот удобно. Акция стартовала 17 июня в Севастополе. Цель мероприятия – не только информировать граждан по проблемам ВИЧ-спида, но и мотивировать население к прохождению тестов. Три пути передачи. Половой контакт без презерватива с партнером статус, который вы не знаете. Через кровь и прежде всего инъекционные наркотики. И третий путь передачи – от мамы к ребеночку, если мама уже ВИЧ-инфицированная и не принимает специальной терапии. Каждый взрослый человек должен отслеживать свои риски, должен знать, чего бояться, а чего нет. Сегодня в Березняках каждый 39-й официально заражен ВИЧ. Врачи бьют тревогу. Чем раньше провести терапию, тем больше шансов сохранить иммунитет у человека на хорошем уровне. Многие люди боятся идти обследоваться, хотя у нас в городе можно пройти абсолютно точно так же бесплатно, анонимно, конфиденциально данное исследование. Всех приглашаем, пожалуйста, приходите обследоваться, потому что это очень важно, это ваше здоровье. Всего по итогам дня тест на ВИЧ дали 149 человек. На этом обследования в Пермском крае завершены. Своё путешествие лаборатория на колесах продолжит уже по Удмуртской республике. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Неспящая Пермь и подорожавшая Турция. Об этом мы не только расскажем в нашей рубрике «Новости коротко». Наша краевая столица вошла в тройку самых неспящих городов России. Рейтинг составили создатели мобильного приложения для известного таксопарка. Чаще всего ночные поездки совершают жители Екатеринбурга. Там, судя по всему, жизнь кипит и после полуночи. На втором месте разместилась Москва. Замкнула тройку лидеров Пермь. Между тем, отдых в Турции для россиян в этом году подорожал на треть. По данным туристических агентств, прошлым летом поездка в жаркую страну на неделю на двоих стоила около 50 тысяч рублей. В этом же году цены на более-менее приличные отели из Перми стартуют от 75 тысяч. Чтобы сэкономить, многие туристы покупают путёвки из Екатеринбурга или Москвы. А березняковские семьи приглашают принять участие в параде колясок 10 августа. Если у вас дома стоит коляска, детский велосипед с ручкой, беговел или, например, самокат, подавайте заявку до 7 числа и поборитесь за первое место и ценный приз. Вопросы можно задать по телефону, который сейчас на экране. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев. Автопарк Краевой больницы имени Вагнера пополнился новенькими автомобилями. Поступивший транспорт будет использован по назначению для транспортировки пациентов. Два медицинских автомобиля на базе марки «Лада Ларгус» сегодня красуются у входа в Краевую больницу. Из Перми их пригнали вчера и ещё не успели получить госномера. По словам врачей, такое пополнение автопарка было долгожданным событием. Уже сегодня новенькие автомобили готовы выйти в рейс и оказывать помощь пациентам. Экстренная помощь полностью обеспечивается машинами скорой помощи. Неотложная помощь будет приезжать к тем больным, которым будет оказываться помощь в первые 6 часов после заболевания. Также мы эти машины будем использовать для межкорпусных перевозок. Краевая больница в числе других 20 медучреждений Края стала участником благотворительной акции «Территория добрых дел», в рамках которой и были получены эти спецмашины. В первую очередь это большой шаг к организации доступности и медицинской помощи. Теперь, уверены врачи, пациентам будет быстрее оказана медицинская помощь. Накануне стартовал наш традиционный летний конкурс «Узна любимый город». Сегодня мы дадим ответ на первый вопрос акции и озвучим очередное задание. Приготовьте свои сотовые телефоны. Напоминаем, что победителем конкурса станет тот телезритель, который даст максимальное количество правильных ответов. Итак, слово Анастасия Лакман. Приветствую вас, дорогие телезрители. Итак, на фотографии, которую мы показывали в эфире накануне, изображен памятник космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву. 19 марта 1965 года они совершили аварийную посадку в Усольской тайге. Именно об этом событии и напоминает титановый монумент. Изначально обелиск был установлен в 1968 году в лесу на том месте, где приземлился корабль. Долгое время титановый памятник простоял там, однако в 90-е его вывезли добытчики металла. Чтобы больше такое не повторялось, было принято решение установить новую стеллу на видном месте. Им стал высокий берег реки Кама. На открытие монумента в 2004 году приезжал даже один из космонавтов Алексей Леонов. На памятнике изображены портреты астронавтов и схема, указывающая на место, где они совершили посадку. Итак, это задание оказалось не таким уж легким для некоторых людей. Свои варианты нам прислали почти полсотни человек. А у нас уже есть новое задание. Фрагмент какой достопримечательности вы сейчас видите на своих экранах. Варианты ответа присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забудьте набрать цифру 59. И помните, что ответы мы принимаем до трех часов следующего дня. Желаем удачи. Анастасия Лахман, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.newssobacomail.ru или по телефону 431711 262817. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1 тысяча рублей. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Еще больше новостей и также объявлений из нашей бегущей строки вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Смотрите нас на канале Верхнекамья ТВ. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин